Предисловие В книге я собрал мысли, которые приходят ко мне в прекрасные дни моей жизни. То есть каждый день. Личный рост, в моём понимании, это некий круговорот целей и достижений. Вы ставите себе задачу и максимально качественно её выполняете. Главное не останавливаться на достижении первой цели, а продолжать ставить новые, поднимаясь вверх, словно по ступеням. Очередной целью, которая была поставлена и достигнута мною, стало издание собственной книги с историями и выводами, которые пришли ко мне в голову, основываясь только на моём опыте. Окружающие меня люди всегда говорили мне, что хотят, чтобы я выпустил книгу. Я исполнил желание. Каждое утро я записывал свои мысли на протяжении года, и лучшие из них, на мой взгляд, вошли в эту книгу. 17 секунд до счастья Я посчитал, что за один год мы тратим два часа, чтобы спуститься и подняться домой на лифте. В тот день я вышел из квартиры, коснулся кнопки вызова лифта, с учётом того, что он был на моём этаже, и запустил секундомер. Затем лифт открыл свои медленные двери, я вошёл в него, затем он закрылся и медленно тронулся. Потом остановился и открылся, словно в режиме замедленной съёмки. В этот момент я ощутил, что теряю время, и медленный лифт, поднимающий или опускающий меня, является символом медленной скучной жизни. Да-да, я уверен, что замедление реально откладывается в моём подсознании и сказывается на моей активности в течение дня. Вы только представьте, моя жизнь, она тянется, и кто-то управляет её темпом. Не я, а кто-то берёт и управляет скоростью моей жизни. Медленно меня куда-то везёт, останавливает меня, открывает двери и говорит мне «Ну вот, приехали, выходи». И так каждый день. Получается, моя жизнь управляет лифт. Я остановил секундомер и посмотрел на цифры. Результат – 51 секунда. Кажется, не так уж и много, но это только на первый взгляд. На следующий день я попробовал спокойно спуститься пешком. Результат – 34 секунды. И я не бежал по лестнице, а спускался в спокойном темпе. Умножив разницу в 17 секунд на каждый день, я получил плюс 2 часа в год свободного времени. Я хочу, чтобы не какой-то лифт меня тормозил и медленно тянул, а чтобы я действовал сам. Это ведь моя жизнь, и только я могу ей управлять и стараться сделать её эффективнее с каждым днём. Кстати, такая экономия времени достигается при том, что лифт находится на вашем этаже. А представьте, если ещё нужно его дождаться. И если прибавить к этому остановки на других этажах, чтобы забрать соседей, получается примерно 10 часов в год из жизни вон. Абсолютный порядок. Если в вашем доме чистота, значит внутри и вас чистота. Мысли в полном порядке, голова проветренная и свежая. Как показывают мои наблюдения, люди, у которых захламлена квартира, чаще всего находятся в стрессе, чем те, у которых квартира находится в порядке. Соответственно, если поддерживать в чистоте не только квартиру, но и машину, гаджеты, сумки и карманы, то и ваше сознание станет чище. Делайте один раз в месяц генеральную уборку и переоценку вещей. Избавляйтесь от ненужных вещей. Не жалеете вещи, даже которые приносят воспоминания. Живите сейчас, а не в прошлом. Почему лучше хранить только нужные вещи? Лучше выкинуть предмет, чем убрать на балкон или в бытовку. Иначе предмет покроется пылью, и вы будете вдыхать ее, а это вредно. Если тяжелые коробки с вещами, с которыми вы не можете расстаться, хранить у себя, то их постоянно придется поднимать и приставлять во время уборки. Коробки тяжелые, соответственно, никакого удовольствия от уборки вы не получите. Выкидывайте все, чем не пользуетесь. Если выкинуть сложно, продайте вещи в интернете, подарите или отдайте нуждающимся. Каждый день подметайте в квартире. Пыль и крошки не успеют забиться в труднодоступные места и очень удобно использовать робот-пылесос. Всем рекомендую к использованию. Обувь чистите сразу после прихода с улицы. Она стоит у вас в доме на виду и должна приносить эстетическое удовольствие. Приятнее надевать обувь, когда она чистая. Наведите порядок в гаджетах. Все файлы должны быть в своих папках. Для удобства сначала разделите папки по категориям, а внутри папки делите по событиям. Почистите карманы и сумки. Не носите ничего лишнего в карманах и сумках. Вообще откажитесь от мелочей и скидочных карт. Их можно носить в специальном приложении в смартфоне. От кошельков растягиваются карманы, и это некрасиво выглядит. Вытряхните из своих ежедневных сумок, чеки и прочую макулатуру. Они мешают вам находить нужную вещь. Чем меньше вещей в доме, тем быстрее будет проходить уборка. Соответственно, останется больше времени на более интересные дела. Своевременно поддерживайте чистоту в доме и составьте план уборки. Умение концентрироваться. Правило «быть здесь и нигде больше» является ключом к полной концентрации. Существует несколько способов концентрации. Вот некоторые из тех, которые я применяю, когда мне необходимо максимально сосредоточиться. Хорошо высыпаться. Умственные способности человека, не спавшего 21 час подряд, приравниваются к умственным способностям человека, находящегося в глубокой стадии опьянения. Нечто подобное случается и с теми, кто 2-3 ночи подряд отправляется спать поздно, а встает рано. Человеку с хроническими недосыпаниями просто глупо задаваться вопросом о том, как же ему улучшить концентрацию внимания. Предвкушение. Концентрация внимания повышается от предвкушения хорошего. Поэтому займитесь тем, что приносит вам радость и удовольствие. Отлично помогают систематически выверенные утренние ритуалы, которые нужно делать каждое утро. Они дадут толчок для развития стабильной ежедневной концентрации, которая приведет вас к осознанной жизни. Дыхание. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании, на том, как воздух входит и выходит через нос. Продолжая концентрироваться на дыхании, старайтесь проследить от начала до конца каждый цикл вдоха и выдоха. Не нужно ощущать, как работают легкие, просто почувствуйте, как воздух движется через нос. Сядьте и не двигайтесь. Следите за тем, чтобы в течение 5 минут вы не произвели ни одного движения. Это окажется не так просто. Однако упражняйтесь до тех пор, пока не станете делать это упражнение без каких-либо затруднений. Затем увеличьте время спокойного расслабленного сидения до 10 минут, а потом до 15. Льдинка на руке. Положите маленькую льдинку из холодильника на ладонь и следите, как она тает. Это упражнение отлично концентрирует, ведь холод активирует мозг и привлекает внимание. Процесс наблюдения за льдом доставляет особое удовольствие. Почаще слушайте спокойную музыку. Следите за своим поведением. Не грызите ногти, не барабаньте пальцами по столу, не хрустите пальцами и не качайте ногами. Успокойте себя прослушиванием спокойной классической музыки. Если вы начинаете засыпать под классическую музыку, просто включите другой жанр и, возможно, вас сконцентрирует что-то более динамичное. Поставить цель быть продуктивным – отличное желание, а концентрация – наш верный помощник в достижении этого желания. Постарайтесь выяснить, когда ваш мозг наиболее активен. Попробуйте в это время решить наиболее важные задачи, когда ваш мозг находится в самой активной фазе. Такое управление ресурсами позволит снизить усталость и улучшить свою работу. Достигаем вместе Никто не может гарантировать вам, что вы достигнете успеха, кроме вас самих. Можно повысить шансы, используя простую систему, которая позволит достигнуть цели. Этот метод работает одинаково хорошо для всех. Называется он просто – стратегия маленьких, но постоянных шагов в сторону цели и полное отрицание неудач. Как это работает? Примите такое выражение – вы тот, кем вы являетесь. Если вы скажете «я устал», то вы и вправду устанете, ведь вы только что это сказали. Или, например, фраза «эх, жалко, что…» и далее следует то, о чем вы жалеете. Она означает, что вам и правда станет жалко, ведь вы и сами это сказали. Исключите такие фразы из жизни. Вы превратитесь в жалкого человека, если сами будете говорить, что вам постоянно жалко. Еще одна фраза для примера. У меня нет денег. Естественно, у вас их не будет, потому что вы только что вынесли себе приговор, сказав это вслух или про себя. Никогда не произносите вслух и старайтесь даже не думать об отрицательном. Вода исполняет желания. С 2014 года я каждый день пью с утра натощак и перед сном один стакан талой воды. Талая вода придает мне много сил, бодрости и энергии. Неоднократно отмечалось, что люди, пьющие талую воду, становятся не только более здоровыми, но и более работоспособными. Повышается мозговая активность, производительность труда и способность легко решать трудные задачи. Я действительно заметил улучшения в себе. Мои друзья начали тоже пить талую воду, следуя моему примеру. И действительно у них в жизни появились весомые улучшения. Как приготовить талую воду? С утра наливаете фильтрованную воду в пластиковый контейнер для продуктов, кладете в морозилку и вечером примерно за 5 часов до сна вынимаете и выдавливаете брусок льда из контейнера. В середине бруска будет белый лед. Это тяжелые металлы, которые нужно под струей горячей воды смыть. Останется колечко из кристально чистой воды. Это то, что нам нужно. Кладете обратно в пустой контейнер и при комнатной температуре оставляете воду в контейнер таять до вечера. Затем перед сном наливаем себе стакан талой воды, загадываем желание и выпиваем маленькими глотками. Да, вы все правильно поняли, загадываем желание. Говорим о формации и думаем о хорошем. Затем с утра после сна допиваем еще один стакан, который ждал вас в контейнере с вечера. Затем с утра после сна допиваем еще один стакан, который ждал вас в контейнере с вечера. Сразу же наливаем фильтрованную воду вновь и ставим в морозилку. И так делаем каждый день. Отмечу, что талая вода сохраняет свои целебные свойства в течение 8 часов после размораживания. Не пейте холодную воду. Дождитесь, когда вода станет комнатной температурой. Комнатная температура воды лучше скажется на вашем здоровье. И если с вечера не успели выпить стакан воды, так как он еще не растаял, ничего страшного. С утра выпейте 2 стакана подряд и главное натощак. Не храните талую воду дольше, чем одни сутки. А еще можете использовать талую воду для готовки еды. Еда будет более вкусной.